МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости в СРГУ-24. В студии работает Дмитрий Круковец. В начале выпуска его главная тема. У нас 420 тысяч. Кроме того, в СРГУТе официально зарегистрировано 10 тысяч многодетных семей. Глава города Андрей Филатов отчитался об итогах работы за прошлый год. Эстетично и уютно. В 5-м А микрорайоне СРГУТа благоустроят сквер. Он преобразится благодаря инициативе местных жителей. И волейболисты Газпрома и Угры дали бой на Вуренгойскому факелу в северном противостоянии Российской Суперлиги. Расскажем, кто победил. Население СРГУТа выросло до 420 тысяч человек. Официальную статистику привел глава города Андрей Филатов во время представления ежегодного отчета о проделанной работе мэрии, депутатам Думы муниципалитета. Глава подчеркнула, что устойчивый прирост населения наблюдается в экономической столице Югры третий год подряд. Увеличивается число многодетных. На сегодняшний день в Сургуте проживают 10 тысяч таких семей, в которых воспитывается от трех детей. В своем докладе Андрей Филатов представил также результаты социально-экономического развития города, дал оценку разным сферам жизни муниципалитета, в том числе коснулся реализации инвестиционных проектов, внедрения новой транспортной системы, ликвидации колейности, качества воды. Подробнее о том, чего достиг муниципалитет за предыдущий год, а также приняли или отклонили отчет главы и депутаты, смотрите в вечернем выпуске новостей. Наталья Комарова в рамках рабочей поездки встретилась с активистами Сургута и Сургутского района в атриуме библиотеки Госуниверситета. Основная тема диалога – предстоящие выборы президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года. Гостями встреч стали члены участковых избирательных комиссий, общественные наблюдатели и представители трудовых коллективов города и соседнего муниципалитета. Они организовали общественные штабы на базе своих предприятий в поддержку выборов главы государства. Спасибо за гражданскую позицию, за то, что вы посчитали это важным для себя. Главным непосредственно участвовать в создании открытых процедур организации выборного процесса и, собственно говоря, голосования. Тем самым легитимность принятого югорчанами решения на выборы президента Российской Федерации. Губернатор отметил необходимость обеспечения законности предстоящего избрания и работы по принципу «люди людям», что означает, что каждый человек должен рассказать другим о важности каждого голоса, ведь это вклад в будущее страны. А также показать, как данные мероприятия помогают повысить уровень сплоченности населения. Кроме того, Наталья Комарова ответила на вопросы сургутян. Так, к примеру, Виталий Иванов поинтересовался мнением губернатора о том, с какого возраста необходимо проводить информирование подрастающего поколения о важности выборов. Созданы какие-то... Создалась какая-то ситуация. Почему не сказать об этом, да? Тогда, когда мы говорим, например, с детьми о гражданском долге, о том, как нужно поступить, почему так нужно поступить. Это разговоры важны. Это разговоры важны. Для эстетики города и преображения локации по инициативе группы Сургутянск Вер в 5-м А микрорайоне благоустроят. На рекреационной площадке общей протяженностью примерно 200 метров появятся три топиарные фигуры. Две из них, джентльмен и дама, будут расположены по разным сторонам пешеходной зоны. В центре разместится обнимающаяся пара, как символ встречи двух героев. По словам авторов проекта, территория станет интересной фотозоной и приятным местом для прогулок. Когда узнали про инициативный проект, начали обдумывать, где бы мы на своем микрорайоне могли бы его реализовать. Самая такая центральная точка, это получилось, что наш сквер, который нас и объединяет. Для города Сургут это топиарные фигуры, это уже не ново, поэтому решили тоже, почему бы и нет, почему бы у нас их тоже на микрорайоне не поставить. Да, мы трое соседей собрались и все сделали, написали. Ну, все хорошо восприняли, то есть для каждого это была подпись, как будто это кто-то внес свой вклад. Тяжелого ничего не было, мы общим коллективом план сразу простроили, то есть собрали подписи, выбрали, что будем делать, поэтому ничего трудного здесь не было. Это очень легко для общественности, это очень легкий шаг, продвинуть любой свой инициативный проект у себя на микрорайоне. Мы хотим после обустройства увидеть, как здесь люди будут радоваться, фотографироваться. У нас год семьи в будущем, поэтому это будет сплочать наш микрорайон. Благоустроить определенную локацию или организовать события для всего города может любой желающий. Инициативные проекты подают группы от трех человек, предпринимателей, представителей территориальных общественных самоуправлений. Помогают участникам в оформлении всех документов специалисты учреждения «Наш город». Отмечу, только за 2023 в Саргуте было реализовано 11 идей, но общую сумму примерно 55 миллионов рублей. Не меньше планируется сделать и в году текущем. Рабочее название у него сквер в пятом микрорайоне. Напомню, все названия у нас присваивает комиссия по топонимике. Если будет такая инициатива, то присвоить имя этому скверу в установленном порядке, она будет рассмотрена. Сейчас идет подбор потенциальных подрядчиков, принимаются коммерческие предложения, и с инициаторами обсуждается концепция и итоговый вид самих фигур. В марте будет проведен аукцион, и уже в июне месяце данную инициативу будем реализовать. Стоимость инициативного проекта не должна превышать, если это локальный проект, то 7 миллионов рублей, если это общегородской проект, то 10 миллионов рублей. Проекты могут внести ежемесячно, последние два рабочих дня месяца. Для того, чтобы внести проект, надо еще заручиться поддержкой граждан, таких же заинтересованных в этом проекте. И надо собрать либо 250 подписей жителей, если это локальный проект, или 500 подписей, если это общегородской проект. Сургутский краеведческий музей стал победителем шестого всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Победу держал мультимедийный интерактивный проект «История в одно касание». Это визуализация развития Сургутской земли, начиная от средних веков и заканчивая второй половиной 20 века. Посетители могут узнать о миграционных процессах и национальном составе. Проект рассчитан на аудиторию всех возрастов. Проект зародился в 2018 году, когда мы хотели показать историю города Сургута и историю природы края в нашей стационарной экспозиции, чтобы человек всегда мог получить ту или иную информацию. Так появилась первая карта, карта земли Сургутской, где этнографы, археологи, биологи собрали информацию нашу, которую мы изучали в музее, и создали такой продукт. Каждый из слоев карты наполнен такими анимированными объектами, называемыми иконками, каждый из которых содержит информацию и иллюстративные материалы. Все эти материалы собраны были сотрудниками нашего музея в ходе экспедиции. Вторая интерактивная карта носит название «Цельный Сургут». Она была создана на средства гранта губернатора Югры. В разделах представлены различные национальности, проживавшие в регионе в разные промежутки времени. Есть также и рубрика об известных личностях, которые внесли серьезный вклад в развитие муниципалитета. Третья карта – игровая. На ней посетители музея смогут изучить кухню и творчество народов, населяющих Сургут. Вторая карта из нашего проекта – это карта «Цельный Сургут». Карта – это масштабное представление исторических, миграционных и индустриальных процессов, которые происходили у нас в городе, начиная с середины XX века до настоящего времени. И в 2023 году мы продолжили этот проект, и была разработана следующая интерактивная карта, как мы ее называем, «Игровой контент к «Цельному Сургуту». Карта состоит из четырех разделов, где можно узнать об основных этнических особенностях народов, которые проживают у нас на территории. Пользуются большой популярностью у детской аудитории, которые любят играть и которые любят получать сейчас информацию не линейным осмотром экспозиции, а с помощью таких интерактивных составляющих. Северное дерби. Волейбольный клуб «Газпром Югра» провел очередной матч российской суперлиги. Соперником стал географический сосед «Факел» из Нового Уренгоя. Оттуда поддержать «Ямальцев» приехали болельщики. Итоги матча подведет Антонина Сахарова. Матчи «Газпрома Югры» с «Факелом» еще называют «Северным» или «Газовым противостоянием». Оппоненты – географические соседи. А кроме того, обе команды объединяет один бренд генерального партнера. В турнирной таблице клубы расположились недалеко друг от друга. Только «Факел» взобрался повыше и находится в зоне плей-офф. Сургутяне борются за попадание в следующую стадию турнира. Команды из суперлиги все хорошие в этом сезоне и равны. Все могут преподнести сюрприз. Они в прошлой игре в Ленобласть хорошо выиграли, хорошо сыграли. Поэтому мы каждому сопернику готовимся одинаково. Хорошо подошли к этому матчу после неудачной игры с «Енисеем». Парни хотят играть, выигрывать. Поэтому команда молодцы. В первых двух партиях равная борьба продолжалась примерно до середины каждого из отрезков. После «Факелу» удавалось нарастить отрыв и уверенно побеждать. 20-25 и 18-25 соответственно. В третьей партии вместо одного из крайних нападающих занял молодой Иван Скворцов. Пасовать вышел его партнер по молодежной команде Максим Кириллов. И у них вместе с партнерами получилось поставить в тупик гостей, ведомых олимпийским чемпионом Сергеем Гранкиным. 25-21. В третьей партии вышел молодой Иван Скворцов. Чуть-чуть не справились с его атакой. Конечно, Раджаб молодец в концовках, да, начал играть. Хотя первые две партии не видно было. В первой две партии контролировали игру, не позволяли сопернику играть. Ну и соперник как бы нам позволял играть. Вот третья партия, понятно, после двух быстрых партий чуть расслабились. Потом тяжело собираться. Тяжелой оказалась и четвертая партия. Там с первых розыгрышей завязалась равная борьба. Чудеса творили обе команды, причем как в нападении, так и в защите, вытаскивая тяжелейшие мячи из аута. До счета 25 определить сильнейшего не удалось. Но в решающие моменты молодые сургутские парни со своими эмоциями и напором гостей не справились. Корней Энс забил после неудачной атаки по переходящему мячу. А в следующем эпизоде Сергей Гранкин выбил из приема Ивана Скворцова 27-29. Пока опыта не хватает нашим молодым игрокам, тем более вот в этой четвертой партии в концовке, там блок не по месту поставил, фрибол не довел и выкинул мяч на приеме. Это не его вина, это просто его молодость. Поэтому все впереди у него, пускай не переживает. Это всего лишь игра. Честно говоря, не знаю, я что-то так устал, что мне тяжело прокомментировать. Просто уже тащили как могли до конца. Ошибки – это чистая психология, поэтому я думаю, что сегодня плюс-минус были уверены, наверное, что выиграем. Поэтому так, более спокойно играли, из-за этого меньше ошибок. «Факел» одержал непростую победу, а «Газпром-Югра» был в шаге от того, чтобы перевести игру в пятую партию. Таких матчей, когда не хватило совсем чуть-чуть, в этом сезоне уже у сургутян накопилось минимум три против того же «Факела», «Кузбасса» или «Шахтера». Обидно, да, что могли выйти на пятую партию, неизвестно чем бы это все закончилось, но, к сожалению, проиграли. Плюс это проявили характер, то есть проигрывая 2-0, в принципе, неудачно складывался матч, переломили в третьей партии и дошли до концовки в четвертой. И, наверное, второй плюс, что у нас с каждой игрой все больше и больше играет молодежь и набирается опыта. И, к сожалению, пока результат немножко не тот, но тем не менее, я думаю, что все будет хорошо. Следующую игру сургутяне проведут на выезде. В матче 19-го тура уже в эту пятницу «Газпром Югра» встретится в Нижнем Новгороде против АСК, а 3 февраля дома примет Кемеровский «Кузбасс». Антонина Сахарова, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, «Сургут-24». Это была последняя новость выпуска. Далее блок коммерческой информации, прогноз погоды об этих и других событиях. Читайте и смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru и в соцсетях ОМЕДИА. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. А вы знали, что в Сургуте открылся ресторан «Том-Ям-Бар» с большим выбором легендарных супов «Том-Ям» от демократичного за 399 рублей до роскошного «Ройал Тай». Здесь можно найти известные хиты тайской, вьетнамской, японской и китайской кухни. Закажи столик в «Том-Ям-Бар». Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица – признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35. «Акватория», улица Магистральная, 36. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова